Всем огромный привет! Сегодня небольшой обзор моих покупок. Может кому-то что-то понравится, и он решит себе из увиденного что-то приобрести, а может наоборот, кого-то убережет от ненужных трат. Приятного всем просмотра! Вот это одеяло. Я хотела купить себе одеяло новое, чтобы такое было не очень толстое, лежало для гостей абсолютно новое. Я смотрела часто на одеяло, которое продается вами мебель на распродаже. Они в основном были белого цвета. Мне не очень устраивало. В общем, захожу. Вот полуторноспальное одеяло. 132х198 размер. Ну и здесь написано, что всесезонное, синтетический, лебяжий пух, наполнитель невесомый, мягкий. В общем, все что оно антистатическое и прочее, и прочее, и прочее. Хочу сказать, что размеры я перемерила сантиметровой лентой. Да, выдержаны. Получается ширина 140 и длина 205. Одеяло было запаковано вот в этот мешок. Повторяюсь, стоит оно 15 белорусских рублей. Оно вот такое тонюсенькое, непростеганное, как обычно. Вот если мы покупаем одеяло со стёжки. А вот такой вот пайкой. Вот эти все фигурные отделения, такие своеобразные. Они вот такая паечка. Но самое мне что интересно, оно такое вот очень-очень тоненькое. Ну, там, да, он скользящий. И край одеяла обработан тоже вот такой, как бы, запаянный край. Я не знаю, наверное, на спецприспособлении. Вот смотрите, какой он. Ну, конечно, можно посмотреть в магазине. Я вам показываю сейчас. И у меня такое впечатление. Там не синтетический никакой пух. А там, наверное, будет синтепон. Грамм сорок. Вот такой вот он. И просто заявлен, как синтетический лебяжий пух. Я решила его с одной стороны чуть-чуть подпороть. Потом я зашью, что и видно не будет. Вот оно лежит у меня. Сейчас я его посмотрю и отправлю в стирку. Вот. Ну и посмотрим, что же все-таки внутри одеяла. Чуть-чуть это одеяло вот здесь вот. Я зашью так, что ничего видно не будет. И смотрите. Ну, может быть, сейчас наполнитель имеет название синтетический лебяжий пух. Это обыкновенный один из видов синтепона. Он такой шелковый. Ну, вот. И легкий. Ну, вот смотрите, какой он. И где-то его плотность где-то 40-60 грамм. Ну, в общем, вот такое одеяло. Хочу вам сказать, что вот что в середине. Если вам было это интересно. Сейчас зашью эту дырку. И отправлю, повторяю, в стиральную машину. Эту дырку. Вот здесь я ее чуть-чуть. Хочу сказать, одеяло это очень-очень легкое. А если кто-то не любит, наоборот, чтобы у него одеяло накрылся и чувствовало, что ты чем-то накрыт, то это одеяло практически как махровая простынь. Настоящее лебяжье перо. У меня здесь вот есть вот как оно мягкое такое. Ну, конечно, оно и близко не похоже. Но там и не пишут, что он настоящий. Это одеяло вот на этих весах. Вообще даже не показала. Взяла маленькие вот эти кухонные. И вот оно показывает. 700 грамм где-то. Я просто сейчас приподняла, чтобы вам показать. В общем, это одеяло. Если вот так положить его полностью. Потом там я сняла, зафиксировала вес. Получается 700 почти грамм. Сказать, раньше купила, но у меня нет посудомоечной машины. И я не стремлюсь к ней, поэтому и посуду я мокрую, когда помыла, ставлю, чтобы она у меня стекла с нее вода. И вот купила вот этот ячеистый коврик. Хочу сказать, что забивается вода вот в эти вот ячейки. И потом надо их чистить, чтобы вот ни запаха не было. Вот в этих вот ячейках, вот там забиваются они вот этой водой стекшей. В общем, короче, он мне не понравился. В данном случае я им недовольна. И пошла купила себе новую сушилку. Вот такую вот она, российская. Стоит 4 рубля. Фикс прайсе купила. Вот здесь вот подон. Намного лучше будет ухаживать посуда стекла. Много места не занимает, но можно переставить в другое место. Но вот я ее купила. Сейчас покажу, как посуда сюда становится, стекает и прочее. Я когда помою тарелки, я их сразу в кухонный не ставлю ящик. Хотя там есть и специальное приспособление, чтобы они стекали. Я их сушу. И вот видите, они разного диаметра, эти тарелки. И как бы падают. Вот эти вот, вот может она вот сейчас и разбиться. Вот эти вот усики или вот эти штыри недостаточно высокие. Если бы они были чуть-чуть повыше, может было бы получше. Или надо ставить тарелки так, чтобы одна поддерживала вторую. Вот если они вот так плотно будут стоять, тогда это гораздо лучше. Вот нижняя придерживает верхнюю и уже прочно стоят. Ну, конечно, ухаживать за этой проще. Ну, пускай будет. Мы вдвоем живем. Посуды у нас не слишком много. Поэтому, как бы, применение я ей пока найду. Смотрите, она относительно маленькая. Вот все, что в нее помещается. Если большая семья или много посуды, конечно, это не выход с положения, чтобы ее покупать. Заплатила за нее 4 белорусских рубля.